Спасибо! 15-й кинофестиваль «Меридианы Тихого» мы считаем, что он произошел. Ура! Международный кинофестиваль «Меридианы Тихого» стартовал во Владивостоке, теперь уже официально. Звездная дорожка традиционно голубого цвета приняла почти 100 участников – актеров, режиссеров, сценаристов, членов жюри и всех, благодаря кому фестиваль живет вот уже 15 лет. Юбилейные «Меридианы Тихого» – настоящий праздник для всего края. И каждый здесь, как почетный гость на Большом Дне Рождения. Это потрясающий город, который каждый год меняется и становится лучше, жарче, интересней. Есть огромное количество людей, которых я люблю, дружу в первую очередь. С Звенятскими, естественно, много лет у нас дружба. Поэтому, когда звонок приезжает, я говорю, о чем ты говоришь, все, брось и мы приедем. Я никогда не знаю, чего ожидать от фестиваля, ведь каждый год по-своему особенный. Но я хорошо помню первый фестиваль. Правда, он не назывался первым, а был просто кинофестивалем. Мы не знали, будет ли второй, а теперь он уже 15-й. И это мой 23-й визит во Владивосток с тех пор. Это как мой второй дом. По звездной дорожке прошли кумиры поколений, молодые звезды российского кино, дебютанты из восточных стран-соседей, знаменитые модельеры и артисты. И каждый из них находит для себя что-то особенное на меридианах Тихого. Так, например, Аллу Сурикову привлекает возможность увидеть новые киноработы. По словам народной артистки России, хорошее кино не делится по национальному признаку. Европейское или азиатское оно должно зацепить. Я не была ни разу во Владивостоке, и поэтому мне интересно именно посудить этот фестиваль, эти фильмы, повстречаться с незнакомым для меня, в общем, малознакомым для меня кино и с малознакомыми, практически членами жюри, с которыми мы будем проводить строго, но доброжелательно просмотр и оценку фильмов. На фестиваль приехала и французская актриса Фани Ордан. Она привезла свою режиссерскую работу «Диван Сталина». Действие происходит в советские 50-е. Молодой художник, который получил заказ на создание памятника Сталину, должен пройти проверку спецслужб. Фани признается, об истории России читала много, но на съемках фильма главным было передать недостоверность фактов, а образ главного героя Сталина, которого сыграл Жерар Депардье. Это такой полемический фильм, и мне нравится, когда кино провоцирует на спор, дискуссию как хорошую, так и негативную. Я готова к этому, и мне очень интересна точка зрения именно русского зрителя на этот фильм. Но главная особенность фестиваля и его отличительная черта – восточное кино. Впервые в программу «Фокусе» включили фильмы Северной Кореи. Примет ли такое специфичное кино, приморский зритель покажет фестиваль. Поляк Роберт Винскевич, актер программного фильма «Валенца», раньше бывал только в Москве. Говорит, ощущения фантастические, и теперь не смог не отметить такую явную близость к Востоку. Что касается азиатского кино, я видел пару фильмов из Южной Кореи и Китая. И могу сказать, что современные фильмы с Востока очень интересные. У меня в Польше есть возможность их посмотреть. Кинематограф развивается, ему помогают площадки, такие как фестиваль, и азиатское кино очень многообещающее. Посмотрим, что будет. Со звездной дорожки гости-участники прошли на торжественную церемонию. По пути гости общались, фотографировались, раздавали автографы и обсуждали кинопремьеры. Кто-то на меридианах Тихого впервые, а для кого-то приезд сюда уже традиция. Впервые на открытии, впервые на фестивале. Но жду очень многого, потому что с программой я знакомился. Программа действительно очень интересная. Даже фильмы Корейской народно-демократической республики, что, в общем, большая редкость, наверное, для кинолюбителей. Поэтому, надеюсь, будет круто. Да, мы впервые посещаем фестиваль «Меридиана Тихого». После шлифа случайности нам достались принесительные билеты. И мы очень рады здесь быть. Очень прекрасное мероприятие. Каких-то новых фильмов, красивых, по существу. Много со временем, так сказать. На открытии, да. А вообще на фестивальные фильмы стараемся сбегать каждый год. И сегодня уже посмотрели фильм «Открытие». Лейтмотивом вечера стала тема литературы. С экрана и вживую актеры читали поэзию и прозу о любви, о жизни, о кино. Французская актриса Фани Ордан отметила, что все фильмы на кинофестиваль попадают через реку Амур, название которой с французского переводится как «Любовь». Гостям представили и призы, которые получат режиссеры по окончании фестиваля. 179 фильмов, из них 46 дебютов, 10 мировых, 36 азиатских и 43 российские премьеры. До 15 сентября увидеть самые разнообразные работы из мирового кино может каждый. Впереди уже по традиции показы, творческие встречи с актерами и режиссерами, мастер-классы и лекции. Юбилейный фестиваль стартовал. Камера, мотор. Ольга Продан, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.